Многие из вас слышали, что бактерии могут жить в любых условиях и даже в той среде, в которой нас бы просто сварила или разъела кислотой. Также известно, что многие заболевания, которые ранее лечились простым уколом пенициллина, теперь могут представлять серьезную опасность. Как же так получилось? Виной всему очень сильно нестандартная по меркам насаукариот генетика этих самых бактерий. За миллионы лет существования в различных средах от открытых пресных водоемов до пищеварительной системы какого-нибудь травоядного, бактерии выработали множество различных приспособлений для выживания в зачастую смертельных для обычного организма условиях. Например, представим, что у нас есть чашка Петри, и в нее мы помещаем питательную среду, сделанную в основе своей на сахаре, то есть сахарозе, десахариде, объединяющем молекулу глюкозы и молекулу фруктозы в единую систему. Далее мы засеваем каким-либо условным видом бактерий данную питательную среду. Через некоторое время, чаще всего 1-2 дня, бактерии начинают образовывать колонии, так как становится много на питательной среде. Соответственно, логично предположить, что количество бактерий также увеличивается, причем увеличивается оно в геометрической экспоненциальной прогрессии, то есть уже в 20-м поколении 2 бактерии дадут нам уже более миллиона бактериальных клеток. Стоит заметить, что в благоприятных условиях бактерия может сменять поколение буквально каждые 10-15 минут, так что за день их количество увеличится минимум в миллиард раз. Ясное дело, что чем больше ртов, тем быстрее закончится еда. В момент, когда сахар останется совсем мало, сотни миллиардов бактерий начинают голодать. Многие из них образовывают споры, чтобы переждать до лучших времен, другие просто умирают от голода. Чтобы не допустить геноцида, мы, конечно, подложим им еще немного еды, и это будет даже сахар, и даже дисахарид, но не сахароза, а лактоза, объединение молекулы глюкозы и галактозы. Иногда этот дисахарид называют молочным сахаром, так как его много в молоке млекопитающих. Теперь, казалось бы, бактерии могут питаться дальше, но есть проблема. Фермент, который отлично разжевывал сахарозу, с лактозой справляется очень и очень плохо. Так что даже если мы и добавили еды, многих мы все-таки обрекли на голодную смерть, хотя... чего не сделаешь орденауке. Но природа не так проста, и уже через день мы, скорее всего, увидим в чашке новой колонии, и методом исключения можно понять, что выросли они, питаясь лактозой. Но как? Ведь они не могли ее переварить, а теперь внезапно могут. Причем не парочка каких-то отдельных клеток, которые получили подходящие мутации, а сразу множество клеток. Таким образом, буквально к началу следующего дня, все бактерии в чашке уже умеют обрабатывать лактозу так же, как будто бы они обрабатывают сахарозу, что же в итоге произошло. И здесь-то мы упираемся в такой феномен эволюции, как горизонтальный перенос генов. Это означает, что живое существо делится генами не только с потомками, то есть вертикально в родословной, но и с представителями своей популяции, то есть горизонтально, в пределах своего поколения. Для этого у бактерий есть подвижные участки ДНК, называемые плазмидами. Часто они содержат множество дублированных генов из основного генотипа, что открывает новые пути для приспособления новым и даже экстремальным условиям, случившимся внезапно. И вот настало время горизонтального переноса. Бактерии начинают обмениваться плазмидами между собой, создавая перед обменом копию, которую ее отправляют в соседнюю клетку в процессе, который называется коньюгацией. Иногда при обмене клетки могут обмениваться плазмидой, в которой содержится ген лактозного фермента. Затем эта клетка передает эстафету следующей, и так далее, и далее, пока вся популяция не перейдет на лактозу. Удобно. И удобство этого способа распространения гена в том, что ген сахарозного фермента также остается в генотипе бактерии. А значит теперь, если мы добавим сахарозу, бактерия сможет питаться сразу двумя питательными средами. Итак, мы сделали бактерию более устойчивой к превратностям судьбы. Но точно такой же процесс делает бактерии устойчивыми и к антибиотикам. Многие антибиотики влияют либо на структуру муриновой оболочки бактерии, заставляя ее лопаться, либо нарушают метаболизм внутри клетки, как будто пытаясь ее задушить. Ввиду мутагенности этих микроорганизмов, а также большого их количества и часто смены поколений, у каждой отдельной бактерии и строение оболочки, и метаболизм немного отличаются. Это означает, что при воздействии антибиотика многие, конечно, умрут и болезнь прекратится, но оставшиеся в живых станут в какой-то степени невосприимчивы к лекарству. А новоприбывшие бактерии, у которых еще нет способности противостоять антибиотику, получат эту способность в процессе конюгации с теми, у кого она есть. И именно поэтому болезни, которые буквально 70 лет назад можно было лечить пятью уколами пенициллина, теперь требуют комплексного лечения дорогостоящими препаратами. Но как бы ни были дороги и сильны эти препараты, уже существуют штаммы бактерий, которые невосприимчивы даже к антибиотикам резерва. Кто же знает, что будет дальше. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, на мою группу ВКонтакте, ставьте лайки, если понравилось, пишите комментарии. Ну а пока, всем пока!